В имя Отца и Сына и Святаго Духа 19 июля Русская Православная Церковь чтит память Собора Радонежских Святых. 23 февраля 2018 года Святейший Патриарх Кирилл сказал слово в храме Живоначальной Троицы Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В молитве святого Ефрема Сирина мы просим оградить нас от пороков и даровать нам особые дары Духа Святаго. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви. Особенно человек современный нуждается в духе смиренно-мудрия. Здесь слово смирение соединяется со словом мудростью, точно так же, как слово «целостный», «цельный» соединяется со словом мудростью в понятии «целомудрия». Это не случайно, потому что высочайшие добродетели не могут осуществляться исключительно силой человеческой. Они могут совершаться человеком при содействии божественной благодати. А для того, чтобы было так, каждый из нас, кто желает стяжать эти добродетели, должен обладать мудростью, пониманием того, что без Бога невозможно совершить ничего. Бог всемогущий, и в Его деснице вся вселенная. В Его деснице мы, наши судьбы, наши жизненные пути, наше настоящее и наше будущее. И потому только с пониманием власти над нами Бога, со смирением мы можем устремляться на пути стяжания добродетелей. Мудрый человек способен быть смиренным. Ну, во-первых, потому что он понимает, что вся власть у Бога. Но, кроме того, мудрый человек понимает цену жизни, подлинную цену того, что для многих является абсолютной ценностью. То, что связано с властью, с деньгами, с достижением неких успехов в жизни, все это для человека смиренно-мудрого обретает смысл только тогда, когда это связано с Богом, когда наша жизнь Богом благословлена, когда наши успехи во славу Божию. Смирение воспринимается сознанием современного человека, не воцерковленного, чаще всего даже не христианина, как некое юродство, как слабость, но не как добродетель. К сожалению, в художественной литературе, может быть, только за исключением Достоевского, никто ярко не показал, что смирение является силой и красотой человека. Смирение воспринимается, как некая действительно слабость, неконкурентноспособность человека. А ведь это совсем не так. Смиренный человек – это не слабый человек. Смиренный человек – это тот, который ходит пред очами Божьими, кто себя поставляет под волю Божию и под суд Божий. Вот что такое смирение. И смиренный человек может достигать не меньших высот, в том числе и делая то, что называют сегодня карьерой в этой жизни, опираясь в том числе и на свои силы, на свое образование, на свои возможности. Одно не исключает другого, потому что, если даже физически сильный, материально сильный человек обладает смирением, то он свою силу полагает к стопам Божьим. Он себя самого вручает Господу. Бог становится его водителем. И в этом водительстве Божием, и в принятии этого водительства и проявляется подлинное смирение человека. Некоторым кажется, что смиренный всегда проигрывает в столкновениях с другими, а без конфликтов не бывает человеческой жизни. И спрашивает, ну как смиренный может отстоять то, что ему дорого, то, что ему принадлежит? Как смиренный может защитить своих ближних? Как смиренный может Родину защитить? Это ложное понимание смирения. Смирение пред Богом не означает человеческой слабости. Более того, если мы вручаем свою жизнь Богу, если мы себя видим ходящими предачами Божьими, то тогда Господь с нами. И, снисходя к нашему смирению, дает нам великую силу. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение открывается действительно силой человеческого духа, высота полета этого духа. Смиренный как бы парит над суетой жизни. Он не вовлекается в повседневные конфликты, он не подставляет себя под удары, как он со смирением и с мудростью, вспомним о смиренном мудре, воспринимает все то, что обращено к нему. И похвалы, и порицания, и добро, и зло, и мир, и конфликт. В сердце смиренного человека все это уравновешивается, потому что он живет по воле Божией. Вот почему смирение, смиренно мудрее, есть добродетель и великая сила, помогающая людям в их конкретных жизненных обстоятельствах. И да поможет нам Господь стяжать сие смиренно мудрее, дабы обрести силу жить по Его закону в соответствии с Его божественной волей. Аминь. С пятницей, первой седмицы, поздравляю вас. Субтитры создавал DimaTorzok